Сегодня четыре челябинских блогера попали в отделение полиции за большое количество подписчиков и хороший контент. В МВД области устроили День блогера. Сегодня этот праздник отмечают в 40 странах мира. Что интересно, во стражах порядка узнали инстадивы и лидеры мнений в репортаже Маргарита Хижняк. Дорогие мои подписчики, сегодня я иду в управление по вопросам миграции, чтобы получить загранпаспорт. Каждое утро Арестана Ишмухамбетова начинается с разговора с подписчиками. Девятилетний блогер на маминой страничке в инстаграм рассказывает своей юной аудитории, как вести аккаунт в социальных сетях, если тебе нет десяти, какое видео сейчас самое смешное и что делать, чтобы не получить в школе двойку. Это не очень большая комната. Тут какое-то еще окно стоит. Вон окно, вон камера. У школьника почти тысяча подписчиков. Сегодня в прямой эфир начинающая инстаграм-звезда выходит из кабинетов челябинской полиции. В МВД устроили день блогера и пригласили на познавательную экскурсию челябинских инстадив и активных пользователей интернета. Классный день. Классная пятница. Мы сегодня начинаем пятницу в полиции. Это, наверное, хороший знак. Блогерам рассказывают, как получить загранпаспорт, зарегистрироваться по месту жительства, а еще как иностранцам оформить патент на работу в России. Молодежь все фиксирует на телефон, записывает сторис, выкладывает посты. Некоторые лидеры мнений для обратной связи выходят в прямой эфир и оперативно отвечают на вопросы подписчиков. Я общаюсь с ребятами из разных стран. У меня очень много знакомых, находятся за рубежом. И мне кажется, эта информация полезна для того, чтобы вообще приехать в Россию. И как здесь, допустим, если им интересно осуществлять свою деятельность, бизнес или еще какие-то разные виды работы в России. Такой акцией сотрудники полиции решили напомнить жителям о государственных услугах, что ими можно и нужно пользоваться. В этом нет ничего сложного, понятно даже ребенку. Маргарита Хижняк, Леонид Клеменчук, Надежда Головина, ОТВ